июнь в самом цвету а значит время собирать целебные травы и лесную землянику попробовать лето на вкус можно валя одынки это каменский район сюда мы и отправились в ягодный тур сладкие выходные валя одынки а эти люди в народных костюмах охотники за земляникой наряды туристам дали в казачьем гостевом доме в образе интереснее типа ягоды путь по каменским скалам по дороге шутки прибаутки земляника ароматнее клубники из нее можно и варенье и компотов наварить главное не съесть все во время сбора нас собирали вкуснейшую очень ароматную лесную земляничку хотя она больше похоже горная потому что это же мы вали одынки а тут местность такая ангаристая леснистая очень поэтому и земляника а сладкая какая очень вкусная есть чебрец это лекарственное растение для вкусного чая а земляника тоже пойдет и на чай можно и просто так полакомиться ягодногорной тури со вкусом черемухи это кисло-сладкая ягода с фирменной горчинкой кладезь витаминов своими руками собираем и лекарственные травы на раскаленных от солнца скалах настоящая ароматерапия цветет здесь и редкий белый лен этот лен встречается только в алиадынке ну чебрец он встречается во многих местах но здесь он в большом количестве а почему потому что все таки природа не тронута человеком здесь как бы как будто цивилизации нет цивилизации остановилась вот поэтому и получается полное погружение плюс ко всему кроме чебреца здесь очень много шалфея полынь подорожник крупный красивый валя адынка мистическое село приднестровья все здесь обладает особой силой так говорят сами местные про эти места уходит много легенд и вот одна из них легенды связаны с тем что здесь захоронено большое количество драгоценностей потому что в этом селе жил очень состоятельный мельник и вот до прихода на советской власти он не мог с собой это все забрать и говорят что он спрятал его здесь вот и многие приходят и ищут и это тоже интересно тоже интересно там в алиадынке есть долина как в ципово долина пирамид а что такое пирамида это притяжение энергии с космоса еще одно сакральное место головатый камень по преданию в древние времена здесь было место капища это языческий храм у древних славян есть и другие поверья у этого камня очень многие дамы любят загадывать желание ну почему потому что считается что когда-то мол этот камень был юношей это связывают с любовью а в алиадынке все чтобы ты не взял связано с любовью и вот говорят что когда-то юноша потерял свою любимую вот он каждый раз приходил к тому месту потому что видно дорога вдаль приходил и говорит тосковал господь жалился и превратил его вот в этого истукана переходим в брод ручей у церкви пороскевы сербской на пруду кувшинки дальше можно отдохнуть в казачьем гостевом доме ему больше ста лет казачий потому что раньше здесь была казачья станица интерьер в народном стиле мы решили что для человека будет лучше если он окунется именно в ту эпоху вот как люди жили какие у них ценности были потому что в гостевом доме сохранился интересный иконостас таких иконостасов принципе я не видела в других районах нашего приднестровья от хозяев нам достались настоящие шерстяные ковры эти ковры ткались вручную то есть вся технология мы тоже объясняем но и понятное дело мы ничего не меняли мы только все облагородили побелили покрасили ягодно-травяной тур это единение с природой можно приехать на выходные вечером посиделки у костра и уха из днестровской рыбы осушенные травы и варенье земляники будут напоминать о северных склонах весь год